В Сочи работа по инвентаризации земель под садоводство ведется уже больше года. Однако теми темпами, с которыми сегодня председатели СНТ спешат привести в соответствие документы, инвентаризация может затянуться еще на долгие годы. Самый быстрый способ сотрудникам администрации самим выезжать и обследовать садоводство. Распоряжение главы Сочи в каждом районе создать комиссии, в составе которых представители земельного комитета управления архитектурой и благоустройства, а также земельно-имущественных отношений. О том, что такое инвентаризация и зачем она нужна, в садоводческом товариществе «Медик», что на Мацесте, похоже, и не знали. Жизнь здесь течет своим чередом, неспешно и тихо. Земельных наделов немного, есть участки, хозяева которых давно не объявлялись. Что с ними делать, председатель СНТ понятия не имел до сегодняшнего дня. У нас вообще 35 участков. Мы сейчас сделали новый этот самореестр. У нас получилось 20 тем. Вот когда мы сделаем границы, пройдется инвентаризация, этот участок будет находиться в составе общества. Да ради бога, слава богу. Вторая проблема – новые наделы. На кадастровых картах они не значатся. А в действительности шесть соток кем-то освоены. Еще хуже для собственника, если участок он приобрел якобы в СНТ, а по карте этот кусок земли находится на территории нацпарка. Тогда, чтобы включить участок в границы садового товарищества, приходится обращаться в суд. В остальном же получить новые документы и привезти все карты в соответствие большого труда не составляет. Мы своей инвентаризацией наносим границы СТ, чтобы в дальнейшем не появлялись у нас участки за границами. Ну и с принятием федерального закона 217-го, да, все садового товарищества должны находиться в границах. Закон вступил в силу в 2017 году. Чтобы ему следовать, каждый СНТ должен привести в порядок документы. Срок до 2020 года. После доказать законность владения землей можно будет только через суд. Кроме того, как только все границы и на дело учтены, утверждены, а изменения внесены в кадастровую карту, в садовом товариществе можно делать проект межевания. Определять земли общего пользования, прокладывать дороги и облагораживать территорию. Здесь будет у нас детская площадка. Здесь это на месте свалки, поясняет председатель СНТ. Комиссия не только вносит пометки на карту, но и проверяет санитарное состояние садоводчества и осматривает территорию, не выросла ли, где высотка вместо грядок. В городе зарегистрировано более 800 садовых товариществ. Почти половина расположена в границах Осинского района. Здесь работа выполнена на треть. Из тех обществ, которые уже проинвентаризированы, нами подготовлены памятки для таких обществ. Какие документы необходимо подавать в МФЦ, чтобы получить качественную услугу, чтобы не получать отказы, заново не собирать несколько раз, чтобы это было достаточно быстро и комфортно. Такие памятки нами раздаются всем председателям проинвентаризированных обществ. Также такие памятки находятся в администрациях, вывешенных сельских округов. Кстати, комиссию ждать в гости не нужно. Председателям садовых товариществ нужно самим проявить инициативу. Взять государственные акты на садоводство, проект застройки и прийти в районную администрацию. Там помогут быстро и без ошибок оформить документы.